Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и мы продолжаем с вами чтение первого послания святого апостола Павла к Тимофею. Глава первая, стихи с 8 по 14. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. А мы знаем, что закон добр. Если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеведников, скаталожников, лжецов, клятва преступников, и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию, блаженного Бога, который мне вверен. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем, начатое буквально вчера, чтение первого послания святого апостола Павла к Тимофею. В сегодняшнем отрывке апостол Павел, как и в других своих посланиях, поднимает тему закона и место закона в жизни христианина, в жизни человека. Здесь надо оговориться в том, что мы можем подходить с двух сторон к слову «закон», потому что сегодня мы, подходя без должной подготовки и теоретических знаний к чтению Священного Писания, рискуем наложить на текст современную специфику и современный контекст, интерпретируя знакомые, казалось бы, нам слова в современном ключе. Например, когда мы читаем закон, то можно вполне применить его к сегодняшней ситуации, сказать, что закон, как вот закон государственный, как некие установления. И тогда фраза восьмого стиха звучит очень по-философски, ее даже можно ставить эпиграфом, каким-нибудь научным статьям на тему закона или каким-то публицистическим статьям. Здесь говорится, «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Все очень четко и понятно. То есть закон правильный, он хорош, когда действительно мы следуем закону. Идеальный слоган правового государства. Но речь здесь идет не о законе государственном. Хотя мы можем так интерпретировать эту фразу, расширяя ее контекст. Но для этого мы должны применять определенные германифтические, так называемые, правила, выводя данное слово за рамки буквального смысла того контекста. Но здесь уже другая история. Мы же должны понять буквальный смысл, чтобы потом, если мы хотим вывести данную цитату за рамки этого текста, мы понимали, как это сделать, чтобы наша дальнейшая интерпретация не противоречила кардинально буквальному смыслу. То есть сохранялась логика. Итак, о чем здесь речь в восьмом стихе? Потому что дальше, в принципе, все идет в контексте вот именно этой фразы. Мы должны ее разобрать, чтобы дальнейший отрывок стал нам понятен. Речь идет о законе Моисея, о конкретном законе с конкретными правилами, постановлениями и заповедями. Мы об этом уже говорили с вами, когда говорили о послании к римлянам, коринфянам, галатам. Мы уже прекрасно с вами об этом знаем. Так вот, закон Моисея. Отчасти мы следуем этому закону. И вот именно вот эта фраза «закон добрый», если кто законно употребляет его, она неразрывно связана с способом его употребления. Что значит «законно употребляет его», то есть правильно употребляет его. Из посланий к галатам мы знаем, что закон Божий, то есть заповеди Моисея, предписания чистой и нечистой еде, о ритуальных омовениях, о праздниках и так далее, и плюс к этому нравственный закон. Все это все вместе с законом Моисеевым. Так вот, этот закон, по мысли апостола Павла, который говорит в послании к галатам, третья глава, закон этот не спасает. Закон обнаруживает грех в нашей жизни. И эта логика проследуется дальше. Девятый стих. «Знаешь, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых дальше перечисляется». И, кстати, вот это перечисление дальше, девятый, десятый, одиннадцатый стихи, это перечисление в контексте закона нравственного прежде всего, который весь сосредоточен в знакомом каждому из нас декологе. Десятословие, то есть в десяти заповедях Моисея. «Не будет тебе иных богов, не сотвори себе кумира, не поминай имя Господа в суе, помни день субботний, почитай отца и мать твою, не убей, не укради». И вот дальше, если смотреться, поставлять те грехи, которые перечисляет апостол Павел, они все как раз-таки вот к этим десяти заповедям, кроме последней десятой, они четко подходят. Здесь идет четкое перечисление по заповедям, вот именно нравственным. Закон положен не для праведника, но для беззаконных, то есть для тех, кто не видит свою греховность. Соответственно, закон, он не спасает человека, но показывает ему его греховность и таким образом приводит к мысли, что должен быть Спаситель, который из этого порочного состояния меня спасет, меня освободит, потому что сам человек не может. Он видит, что он приступает к заповедь, но не может найти в себе силы соблюдать эту заповедь по мысли апостола Павла в послании к Галатам. Соответственно, закон что делает? Он приводит нас, он где-то водитель ко Христу, он нас ведет ко Христу. Мы понимаем, что весь закон исполнить нельзя, и поэтому мы находимся под клятвой закона. Нарушая заповеди, мы находимся под проклятием закона. И от этой клятвы законной, даже в богослужебных текстах, «Искупил на Иси от клятвы законной, честную твоей кровью, на кресте пригвоздився и копием проботься, бессмертие источилось, и человеком спас наш, слава тебе». Такой тропарь есть, который священник читает перед совершением проскомидии и на богослужении, великим постом. Мы тоже слышим этот текст. Соответственно, Господь искупает нас из-под этой клятвы закона, из-под вечного проклятия заповедей. Соответственно, закон добрый, если кто законно употребляет. И законное употребление закона, это как раз-таки, вот это осознание, что закон приводит нас ко Христу. И тогда мы, наше повиновение закону оправдано, когда мы понимаем, что мы спасаемся не законом, но через соблюдение заповедей мы понимаем, что нам необходим Спаситель, что сами мы себя этими заповедями не спасем, что мы должны почувствовать Христа в своей жизни. О чем и говорит апостол Павел дальше, что я тоже был заблуждался, хоть и исполнял закон, был выдающимся фарисеем, но благодать Господа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. То есть только когда я поверил, и закон таким образом, ну, сам Господь меня привел к себе. Но для нас это как раз-таки закон нас приводит ко Христу. Вот тогда 8 стих и будет актуален. Закон добрый, если законно употребляет его. Эту мысль я подчеркнул из толкования на данный стих блаженного Феофилакта Болгарского. Таким образом, мы должны следовать за Христом, как говорит апостол Павел, чтобы вера открылась в нас обильно с любовью во Христе Иисусе. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok